МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На встрече с аукционерами Electronic Arts признала провал Баттлфилда 2042. Ты похер! Иной же этому стал, вы не поверите, исключительно перевод сотрудников на удалёнку. И, в принципе, это всё, что нужно знать об умении электроников придумывать отмазки. Ой, блядь! В этой ситуации мы просто наша... Это самое, мы уже... Здесь наша полномочия, всё. Переходим к остальным новостям. Новость первая. Я тут приболел ненарогом. Ну, как все. И немного осип. Так что не ругайте в комментариях звукорежиссёр. Итак, сегодня в выпуске. Sony купила разработчика в Destiny. CD Projekt'ы снова взялись за Ведьмака. А Elden Ring шокирует Джорджа Мартина. Но сначала о хороших новостях для тех, кто задумался об апгрейде. Присмотритесь к обновлённому ноутбуку Rock Zephyrus M16. Модель компактная. Толщина меньше двух сантиметров. А вес менее двух килограммов. Начинка при этом ого-го. Вплоть до новейшего процессора Intel Core i9 и видеокарты GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков. Плюс поддержка технологии DLSS от Nvidia, которая до двух раз повышает частоту кадров во многих играх. И список их только растёт. Стабильную работу обеспечит продвинутая система охлаждения с термоинтерфейсом на основе жидкого металла фирмы Thermal Grizzly. На ноутбуке установлен 16-дюймовый дисплей Rock Nebula. Время отклика в 3 миллисекунды и частота обновления 165 Гц отлично подойдут для игр. А очень высокая контрастность и превосходная цветопередача позволяют на профессиональном уровне работать с графикой. Обязательно изучите ссылку в описании. Sony купила студию Bungie, заплатив за неё 3,6 миллиарда долларов. Bungie, напомню, сейчас занимается серией Destiny. Sony сразу оговорила, что игры студии будут оставаться мультиплатформенными. Ну а как иначе? Если начать жестить, то неравён часа и Call of Duty может внепланово улететь на планету зелёных эксклюзивов в компанию к Старфилду. Глава Xbox'а Фил Спенсер, кстати, поздравил своих заклятых партнёров с удачным приобретением. Ну а босс PlayStation'а Джим Райан пообещал на достигнутом не останавливаться и продолжить закупку независимых студий. Свои пять копеек поспешил вставить и организатор премии Game Awards Джефф Килли. Он сообщил, что прямо сейчас в игровой индустрии обсуждается сразу несколько крупных сделок. А вот один из игровых аналитиков покупку Bungie раскритиковал. Дескать, электроники купили студию Respawn всего за 700 миллионов долларов. А уж Respawn смотрится всяко перспективнее, чем разработчики Destiny. Не успело руководство Саней обмыть покупку? Настал черёд плохих новостей. Подсчёты показали, что продажи пятой плойки уже серьёзно отстают от результатов её предшественницы. На конец прошлого года было продано чуть более 17 миллионов консолей. Четвёртая PlayStation за тот же срок разошлась тиражом более чем в 20 миллионов устройств. Радовать Sony тут может только то, что на недостаток спроса жаловаться не приходится. Увы, наладить производство консолей в должных масштабах по-прежнему мешает кризис полупроводников. И что-то мне подсказывает, что пока эту проблему не решат, все ударные эксклюзивы PlayStation будут получать прописку не только на пятой плойке, но и на четвёртой. Кроме редких исключений. Вроде Ghostwire Tokyo, нового проекта от Sinzy Mikami. Правда и тут эксклюзив оказался половинчатым, потому как выйдет игра не только на пятой PlayStation, но и на ПК. Слово случится это уже совсем скоро. 25 марта. Сам Ghostwire мы недавно посмотрели. И я скажу вам так. Игра получается на любителя. На большого любителя японской культуры. Ну нахер. Rockstar наконец-то официально подтвердила, что шестая часть GTA находится в разработке. Причём не абы в какой, а в активной. К сожалению, на этом подробности заканчиваются. Поэтому нам остаётся лишь набраться терпения. Но чтобы набираться было проще, можно пованговать в комментариях. Как вам кажется, о чём будет игра? И что выйдет раньше? Шестая GTA или шестые свитки? Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнёшь, я тебе устрою кару божью. CD Projekt КТ анонсировали игру по вселенной Ведьмака. И это, безусловно, хорошая новость. Причём выйдет она до конца года. Получается вдвойне хорошая. Но, разумеется, есть и плохость. Речь идёт всего лишь о синглплеерной версии карточного гвинта. Да, поляки нечто подобное уже выпускали. Tronbreaker, если помните. Продажи тогда были не очень впечатляющие, поэтому новая игра будет в корне отличаться от предшественницы. Но вот как именно, пока непонятно. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроём собраться. Всегда этим качается. Значит, надо найти четвёртого. А ещё лучше бабу. Новый проект от Blizzard, о котором я недавно рассказывал, оказался на самом деле не таким уж новым. Если кто запамятовал, речь идёт о выживалке в абсолютно новом сеттинге. Так вот, в разработке игра находится уже более пяти лет. Такой вывод был сделан после анализа профиля руководителя проекта на сервисе LinkedIn. Причём, играбельная версия уже имеется. Ты серьёзно? Вице-президент Близзов Майк Ибарра даже заявил, что провёл в ней немало часов. Ему всё нравится. Так что ещё каких-нибудь пять лет и точно выпустят. Переходим к новостям о хороших играх. Dying Light 2 наконец-то вышло. Паркур, бои с заражёнными, динамика. Всё, за что мы любим первую часть, есть в сиквеле. Но не только. Сюжет стал гораздо мощнее. Квестов отсыпали с избытком. А новый город Вилли Дор получился гораздо больше и проработаннее Хакана из первой части. А ещё добавилась самая настоящая война фракций. От того, кто в ней победит, напрямую зависит облик города. Не забудьте и про новые виды заражённых. Вылазки, особенно ночные, стали гораздо опаснее. Видно, что разработчики из студии Techland подошли к делу с размахом и огромным вниманием к деталям. Если любите хорошие экшены, в город Вилли Дор надо заглянуть обязательно. А билеты туда можно приобрести по ссылке в описании. Обязательно изучите. Студия Naughty Dog начала массово нанимать сотрудников. А её глава Нил Дракман попутно намекнул, что в производстве находятся сразу три игры. Если вспомнить сливы инсайдеров, то получается, что речь идёт о мультиплеерном проекте по вселенной Last of Us, ремейке первой части и о какой-то абсолютно новой игре. А вот студия Infinity Ward решила обойтись без намёков и прямо заявила, что работает над следующей Call of Duty. Выйти должна, вы не поверите, ближайшей осенью. Это будет сиквел Modern Warfare 2019 года. Elden Ring должна шокировать Джорджа Мартина. Об этом рассказали сами разработчики. Когда Мэтр Льда и Пламени придумывал персонажей игры, они в его представлении выглядели как традиционно фэнтезийные люди. Однако японцы добавили в дизайн свойственную им безуминку, после чего эти самые персонажи превратились в натуральных монстров. Надеюсь, что всё же без тентаклей. В общем, обитатели игрового мира изменились так, что родная мать, то есть родной Мартин, их точно не узнает. В многолетнем противостоянии Орды и Альянса в игре World of Warcraft скорее всего победит дружба. Нет, не бензопила, хотя лучше бы она. Близзы намерены позволить игрокам противоборствующих фракций объединяться в группы, чтобы затем единой толпой месить ботов в подземельях. Ну или даже воевать с другими такими же группами в рейтинговых ПВП боях. И никаких вам больше криков за Орду. Забудьте. Россию! Правительство России решило поставить на счетчик внутриигровые транзакции. Дескать, такие сделки не облагаются налогами, да и вообще не шибко контролируются. А раз так, то подобным образом можно отмывать деньги и даже спонсировать терроризм, что недопустимо. Игровые предметы продаются как на первичном рынке, так и на вторичном. Например, скины из контры. Годовой оборот вторичного рынка в России, кстати, составляет примерно 450 миллионов долларов. Ну и под конец немного дичи. Крошечное европейское государство Андора на целый день осталось без интернета. Виной всему стал онлайновый турнир по Майнкрафту. В нем участвовала команда из Андорры, которую почему-то сильно не взлюбили хакеры. Они даже устроили атаку, которая оказалась такой сильной, а само государство таким маленьким, что интернет отрубился по всей стране. Боюсь представить, что теперь простые Андорцы думают об играх вообще и о Майнкрафте в частности. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Ну вот и все на сегодня. Делитесь лайками и не оставляйте в покое колокол. Заходите в группу ВКонтакте, вам там всегда рады. Смело катайтесь на телеге, она у нас шустрая и смешная. Ну а я увижусь с вами через неделю. До встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok